Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам пожаловаться. Испортили 3,5 ведра краски. Покупала для того, чтобы красить дом. Ведро стоит 2 с лишним. 2 с лишним тысячи. Короче, мы ее вынесли на мороз. Поставили вот сюда, в пристройку к летней кухне. Там холодно. И оказалось, что она у нас вспучилась. Друзья, вообще не подумали. Когда у меня муж выносил... Ну, блин, я думаю, ну раз выносит, наверное, знает. Ну, откуда мы знали? Мы что, каждый день красим, что ли? Представляете? И, в общем, она... Я вам сейчас покажу, что с ней. Она, друзья, имеет вот такой вид. Во-первых, ее не возьмешь. Она там, блин, как каша. Сейчас. Вот, смотрите, какая она стала. Во-первых, она расслоилась. Во-вторых, она вот такая вот. А краска, она уже с колером. Ну, то есть разведенной. Мы ее отколеровали. Серенький цвет сделали такой, как нам нравится. Я попробую разбить ее миксером. Я даже для этой цели миксер сюда, друзья, принесла. Она там, знаете, прям вот как залежами какими-то. Вот так, как пластами в ведре залегает. Видели как? Вот. То есть вообще неоднородная. Такая творожистая. Не выносите никогда краску на мороз. Вот откуда мы знали? Жалко. Сил нету. И я принесла миксер. Сейчас мы попробуем. Может быть, может быть, что-нибудь у нас получится. Вот представляете, чтобы промешать вот это все ведро, это что нужно? Это нужна строительная дрель какая-то. Либо частями вот так размешивать. А затем частями как-то. В общем, вот, смотрите. Давайте вместе посмотрим, получится ли у нас что-нибудь, если миксер еще не сожжем. Друзья, ну мне пришлось выключить свет, эту подсветку, потому что не работает. Иначе у меня одна розетка всего в кухне. Пока что-то я особых результатов вроде бы как не видела. Мне говорили, что вот надо вот так взбить, а потом процедить, чтобы мельчайшие крупинки, ну, понятно, остались, да? На марле мы там через что цедить будем. Нет, она все равно крупинчатая. Мелкие-мелкие. Вот, смотрите. Их чувствуется, но они размазываются. Они размазываются. Их, по идее, надо как-то растирать, что ли. Может, блендером. Здесь у меня на заднем плане русская печка стоит, кто не знает. Я ее топлю, да. Друзья, ну, может быть, можно исправить. Дело в том, что я сейчас еду в Волгоград. Вот. И думаю, если что, зайти в Аби. Я там все это брала в Аби. Вот. И взять краску. Килограмм хотя бы. Чтобы с этой не мучиться. Вот видите. Что посоветуете? У меня час буквально до маршрутки остался. Я по дороге смонтирую вам видео, наверное, выпущу. И когда вы его будете смотреть, я буду в Волгограде. Сейчас еще раз посмотрим. Я же красить буду, друзья, валиком. Валик все это, конечно, растереть не сможет. Видите, по краям ее видно. Вот эти крупинки. Ну, нет, не вся растирается. Так, ладно. Я думаю, наверное, килограмм надо купить нормальной краски. Наверное, так. И покрасить кухню, да? Как вы считаете? Вон, видите, что мы наделали? Сейчас вам покажу. Так, заморозили. Но не ниже плюс пяти градусов. Вот так. В упакованном виде, в закрытых складских помещениях, в прохладном месте. Но не ниже плюс пяти. Вот такие дела, друзья. Смотрите, вон она ледом вся покрылась. Ну, что там говорить? Конечно, я в расстроенных чувствах. Во-первых, мне цвет нравился. А во-вторых, вы меня просите профукать 35 литров краски на 350 квадратных метров. Ну, это, конечно... Это, конечно, да. Я могла бы посмотреть, в каких условиях она хранится. Но я вообще не туда. Вот такие дела, друзья. Ну, а пока я буду ехать в Волгоград, я вам засняла козлят, коз, немного коров. Коров не очень хорошо снимать, потому что там такой ветер, что аж камеру вот так вот водит туда-сюда. То есть изображение прыгает, задувает. Парусность у телефона есть. И, в общем, сильно дует. Можете детей позвать. Вообще такие сейчас хорошие кадры будут. Козлята, козочки. Идиллия, деревенская идиллия, друзья. А я еду в город, буду решать, в общем, проблему с краской. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok